Курите? Да. Причем уже почти 20 лет, признается Виктор Александрович. Не единожды пытался бросить всеми возможными способами, но каждый раз срывался. Сейчас же внушительный стаж курения стал сказываться на здоровье. Головная боль, бессонница, быстрее устаю от дышка, проблемы с дыханием. Регулярное недомогание подтолкнуло мужчину еще раз попробовать избавиться от вредной привычки. Он стал участником областной антитабачной акции «Брось курить и победи». Как раз сейчас проходит второй ее этап, в котором необходимо заполнить анкеты, тем самым взяв на себя обязательство отказаться от курения на целый месяц с 1 мая по 6 июня. Претендентов на победу будут проверять с помощью вот такого аппарата, который показывает уровень угарного газа и других токсических веществ в легких. Если человек не курит, то результат на приборе будет равен нулем. Так называемые заявки на участие можно взять в регистратуре или у врача-терапевта, а затем опустить в специальный ящик, который установлен в каждом медицинском учреждении. Поликлиники города активно подключились к проекту. Каждый прием у врача-терапевта начинается с беседы о вреде курения. Ведь по данным проведенных исследований, в Вологодской области дымят как минимум 30% населения. Ходят им рассказывать, чем это грозит, чем это опасно и какие могут быть последствия от курения. И наоборот, что может быть хорошего у пациентов, когда бросают курить, что у них появляется свободное время, свободные деньги и здоровье. Кстати, если одна пачка сигарет в среднем стоит 50 рублей, то отказавшись от курения можно сэкономить до 20 тысяч в год, что, скажем, равносильно путевке на юг. Однако есть и моменты, которые иногда останавливают тех, кто желает расстаться с вредной привычкой. Например, фобия набрать лишние килограммы. Многие рассказывают, что взамен никотиновой зависимости просыпается зверский аппетит. Это объясняется тем, что в головном мозге у курильщиков раздражается на введение никотина в организм так называемый центр удовольствия. Вырабатываются гормоны удовольствия, в том числе серотонин. Как только курильщик бросает курить, головной мозг начинает буквально вопить, кричать. Как правило, в течение двух месяцев после отказа от курения позитивные связи восстанавливаются. За этот же срок очищаются и восстанавливаются легкие, незаядлых курильщиков, уверяют специалисты. А для того, чтобы навсегда бросить курить, хватит и месяца. Поэтому именно настолько и рассчитана антитабачная акция. Кстати, за победу в проекте участников ждет награда. Разыгрывается один суперприз стоимостью 3000 рублей. Это сертификат на покупку бытовой техники. И пять сертификатов на 1000 рублей. И плюс еще 24 флешки емкостью 4 гигабайта. В регионе подобный антитабачный флешмоб проводится четвертый раз. И по опыту прошлых лет, благодаря ему около 16% участвующих в акции отказалось от курения навсегда. Алена Шепилова, Алексей Романов, Новости Вологды.